При взрыве цистерны с газом на заправке LionTech погибли 4 человека, среди них 2 ребенка. В 50 метрах от этого места расположена заправка «Лидер», которая входит в сеть АЗС семьи Рамзана Кадырова. Взрыв произошел всего через 2 дня после объявления Кадыровым кровной мести сенатору Сулейману Керимову и депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Резвану Курбанову. Сеть «Лидер», в которую входит заправка рядом с взорвавшейся АЗС, названа в честь Ахмата Кадырова, лидера Чечни. По сути, с этих заправок и начался огромный бизнес семьи Кадыровых. Номинальный собственник компании «Лидер», согласно данным Спарк, Салман Муслимов. Он родом из села Алирой, которая граничит с родным селом Кадырова Ахмат-Юрт, бывший Центарой. Раньше он также был гендиректором отеля «Шали Сити» и компании «Грозный Сити». Обе фирмы оформлены на номинала Кадырова Мавсади Альвеева. Гендиректор лидера, депутат Грозненской городской думы от «Единой России» Рустам Арзиев. Сам Кадыров уже написал в своем телеграм-канале, что ситуация находится под его личным контролем. Двумя днями ранее Кадыров публично объявил кровную месть, причиной которой стал конфликт вокруг Уайлдберрис. В нем Кадыров выступил на стороне Владислава Бакальчука, а Керимов на стороне Татьяны Ким, ранее Бакальчук. В субботу глава Дагестана Сергей Меликов публично выступил в поддержку Керимова. Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно. После объявления Кадырова о кровной мести в Подмосковье произошло покушение на экс-зампреда правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, которого Кадыров называл преступником. Также в Ингушетии расстреляли машину сотрудников центра по борьбе с экстремизмом МВД региона. Прокремлевские телеграм-каналы сообщают, что отдельные группы на Кавказе решили показать Кремлю, что Кадыров не контролирует ситуацию, в то время как в окружении самого Кадырова настаивают, что пожар с последующим взрывом – несчастный случай. Но после последних событий в это мало кто верит. А эта история не ставит Путина в неудобное положение? Потому что он вроде как пытался вмешиваться в процесс. Ну как, делал заявления такие, что там, ребята, разбирайтесь, но я за этим слежу. А это же получается, что битва внутри системы. Здесь нет никаких оппозиционеров, здесь нет никаких людей со стороны. Это битва этих самых пресловутых мифических, мифологических кремлевских башен. А может быть, это и вот это заявление, это и приглашение Путина немножко к переговорам в некотором смысле. Потому что, ну там же Путин с обеими сторонами договорился. Одним сделку одобрял, а с другим к другому вообще приезжал в республику, и там они терли что-то. И мне показалось, что он и тем, и другим пообещал. Вот в чем история. Что он и тем, и другим пообещал, что все будет окей. И все подумали, что они заручились его поддержкой. А он, так сказать, от бабушки ушел, а от дедушки ушел. Вот. Хотя, с другой стороны, он сам дедушка. Вот. Значит, я думаю, что это такое, это такое, как бы, ну, заявление со стороны Кадырова, это мог быть. Хотя, опять же, я не очень уверен, что произнесенное на чеченском языке, это вот обращено к Путину, правда. Ну, что там, но теоретически это может быть такое приглашение, типа, ну, зачем доводить до кровной мести? Ну, правда, ну, здорово будет, если депутаты Госдумы завалят в Москве где-нибудь, прийти, а прикинь, в самой Думе вообще. Вот. Вот. Или там где-нибудь неподалеку. Ну, зачем это надо? Кому? Что? Давайте как-то миром решим. Вот, Владимир Владимирович, вы, знаете, когда участвовали в этой сделке, помните, был разговор. Разговор был? Был. Ну, давайте его продолжим. Вот. Можно так читать. Ну, я сомневаюсь, и вот чеченский язык меня в этом смысле смущает. Как-то вряд ли он стал. Слушай, а вот насчет черного лебедя, потому что никогда не знаешь, откуда он прилетит, когда он махнет крыльями. И иногда это совершенно случайная вещь, на которую даже никто не делал никакой ставки. Вот нет ощущения, что Вайлдберрис и то, как раскручивается эта ситуация, может стать как раз для Путина тем самым черным лебедем. Не СВО, как он называет, не Курская область, не какие-то там поражения на фронте, а именно что-то, что из, казалось бы, такой борьбы хозяйствующих субъектов вырастет. Ну, вот она, смерть Кощеева-то, собственно. Не там, где ее многие эксперты, в том числе, ищут. Ну, понимаешь, в чем дело? Мне кажется, проблема в том, что мы не очень, у нас не очень большой массив изученных черных лебедей. Не так уж их много было в нашей истории, чтобы мы могли как-то их повадки отследить там, и прочим бёрдвотчингом заняться. И я думаю, что, ну, здесь пока не тянет сильно на черную лебеди, хотя, конечно, всяко может быть. Как мне кажется, в этом есть, знаешь, какое рациональное зерно? Это может быть прообраз некий, какая-то такая протосистема будущего возможного развала России. Вот когда спрашивают там про деколонизацию и про всё прочее, я говорю, что это маловероятный сценарий, прям сильно маловероятный. А более вероятный тоже распад, но вовсе не потому, что там все захотели свободы, решили отсоединиться, решили там свою самостоятельную жизнь начать. А потому что начнётся сомализация. То есть территорию будет контролировать тот, кто владеет ресурсом, прежде всего, людьми с оружием. Ну и деньгами, чтобы их содержать. Очевидно, что люди с оружием — это только полдела, а вот надо их ещё на что-то содержать. Вот. И мы видим, что люди с оружием и деньги, на которые их содержать, вот они есть как минимум у двух сторон, у двух сторон этого конфликта. И вот это вот как-то протоклетка какая-то такая будущего развала России возможного. Я не говорю, что так обязательно получится, и тоже, мне кажется, сценарий не самым вероятным. Но вот если, условно говоря, у них начнётся какая-то войнушка, это вот сценарий такой сомализации России, где когда контроль со стороны Кремля ослабнет или исчезнет, то дальше начнутся вот такие междоусобные войны. Сейчас их только Кремль и сдерживает, и видишь, когда не сдерживает, вот что получается. Поэтому, может быть, может быть, ты прав, если ты об этом спрашивал, я мог просто не очень понять вопрос. Знаешь, как раз по поводу партии с крупнокалиберными пулемётами, которые будут определять политику в России, Дмитрий Потапенко говорил нам ещё до начала войны. Он говорил, что когда обсуждал ситуацию в либеральном лагере, он говорит, важно понять, политику в России будут делать партии с крупнокалиберными пулемётами. Так в каком-то смысле уже и происходит, как мы понимаем. Ну, вот не то чтобы происходит, но заявка на это подаётся, скажем так. На это подаётся заявка. Давайте пока осторожно к этому отнесёмся, без преувеличения значения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok